здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня я решила записать такое небольшое видео для того чтобы показать вам прям четко на примере доктора курпатова как очень часто люди которые пытаются скрыть какую-то информацию как они прокалываются вообще из этого видео вы получите ответы на два вопроса первое как собственно доктор курпатов прокололся на интервью ксении собчак еще два года назад там будет прям четыре подсказки в одном месте да вот прям сконцентрировано но там в том числе благодаря конечно же правильно заданными вопросами со стороны ксении собчак но тем не менее и второй момент который конечно же для меня оказался ну довольно загадочным и странным потому что человек который создал методологию да вот который продвигает вот это все бессознательные процессы да казалось бы он такой умный и все такое но как он прокололся вообще ну как как первоклассник на том что было на поверхности вот почему именно с алексеем и иевским произошло вот это вот что называется нашла коса на камень почему это было прям четко в их почерках вот достаточно было посмотреть на почерк алексея для того чтобы ну как-то поосторожнее с ним иметь дела но там они не не только в алексей дело дело в том что они оба ну по характеру они обладают такими качествами которые несовместимы друг с другом понимаете и тут вот очень серьезный такой момент который создатель методологии так пропустил не знаю учитывает ли он в своей вот этой системе графологию или может быть он к этому свысока относится или я не знаю в общем но в любом случае получается что это было на поверхности и это вы сможете прям четко увидеть вот эту вот заложенную мину их отношений которые вот благодаря тому что алексей стал писать письма естественно рукой да и естественно вот это эти письма можно анализировать и сравнивать с теми сигналами которые можно прочитать по подписи андрея курпатова да ну давайте непосредственно займемся уже разбором да и первый фрагмент я немножечко такой вступительный сделала для того чтобы мы с вами понимали как андрей отвечает на вопросы а когда ему нечего скрывать как он вдохновляется и пытается раз ну вот больше раскрыться да больше показать больше доказать а давайте смотреть вот не поспорили что тот похудеет со 160 до 80 до 80 кг за полгода но вот видите с каким удовольствием он рассказывает и мы видим что челюсть он приподнимает поворачивать то есть любуйтесь моей челюстью любуйтесь моими возможностями я все могу да и при этом идет улыбка и мы понимаем что перед нами человек которому она в какой-то степени присущи даже тщеславие да это нормально это человек в общем то если по него не было этого тщеславия мы бы наверное не знали доктора курпатова да поэтому это все вписывается в нашу в наши вообще ожидания до единственное что конечно же перед нами человек очень закрытый он процессе интервью вообще не жестикулируют мало эмоций выдает но здесь вот как раз эмоции пошли он можно сказать оживился когда рассказывает о том что чем он гордится то есть это его такая профессиональная победа о которой он нам сейчас поведает вот это андрей миличенко поспорил со своим вице-президентом вот и я собственно говоря помог вы и видите когда он вспоминает то что реально с ним было то к чему он имел отношения ну то в какой среде было его тело да в среде каких общений в среде каких интересов да он смотрит вниз и вот эти вот ну можно сказать что это про тактильные ощущения воспоминания да ну то есть он смотрит вниз чтобы получше вспомнить что с ним тогда происходило при этом опять он демонстрирует челюсть опять улыбается то есть вот это вот а его вдохновляет эта информация да и он ее он ей делится с удовольствием спор вот вице-президент вице-президент да видите даже заулыбался что для него редко на он но он да он всегда как бы изображал из себя такого независимого профессионала но всегда вот когда ксения тешила его самолюбия он так скромно улыбался что действительно мне говорит о том что он очень любит вот эту похвалу за его профессиональную деятельность это это опять-таки я должна сказать что это неудивительно вот итак то есть вы еще и доктор волков вообще ничего себе то есть реальная техника что вы можете чек и загипнотизировать я не запретирую зачем я меняю по пищу привычки пищевого поведения видите а вот здесь вот он возражает то есть ксения как чайник высказала предположение да ну может быть она включила чайника может быть просто она это не совсем понимает да и она сказала загипнотизировать но это такой довольно такое предположение как человека не имеющего отношения к данному методу да и она сказала загипнотизирует и здесь пошла реакция то есть смотрите сейчас вот без звука как андрей наклоняет корпус вперед у него расширяются глаза он воодушевляется для того чтобы объяснить это это не гипноз это другая методика это гипноз это вообще ну как не профессионально совершенно я вам сейчас объясню в чем дело да то есть включается вот это вот потому что задели ту сферу которая ему хорошо известно и которая совсем не гипноз это модель поведения это другое да для него это очень важный момент и вот это пожалуйста заметьте себе то есть он при всей своей без эмоциональности при всей своей скрытности при всех своих каких-то вот этих вот тараканах которые он нам показал да там вообще интервью можно разбирать вообще это там много много материала но многие скажут ну что это уже задним числом как бы выяснять это все поэтому я решила вот просто ограничиться вот этим маленький вот этими маленькими фрагментами показательными и все потому что это действительно про жизнь каждого из нас потому что вот мы видим человек который которому не все равно да не все равно как и как это назвали гипнозом а это же модель поведения тоже совсем другое вообще со стороны не профессионала это одно и то же по большому счету но для него это важно знаете вот идем дальше видим да то есть рассказывает он воодушевленно ну то есть вот эмоции здесь есть а теперь давайте посмотрим вот этот момент к которому я вас подвожу ну давайте смотрите я по ходу буду объяснять если у вас есть начальник какие у вас с ним отношения когда-нибудь представляли что занимаетесь с ним сексом вот смотрите первый раз ксения спросила представляете ли вы что вы занимаетесь сексом со своим начальником вот это первый раз она спросила здесь у него еще есть возможность не до конца понять с кем именно и так далее да то есть она задает этот вопрос можете сейчас это представить если сказать чтобы у меня был на смотрите здесь идет отвращение а и взгляд в область фантазии но мы помним по предыдущему ролику что когда он вспоминает он смотрит сюда да то есть он представляет себе но не представляет себе именно секс я думаю что это относится к тому что если представить что это у меня есть начальник он об этом и говорит то есть для него неприемлемо чтобы над ним был начальник вот сюда идет его отвращение а потому что вот при том что он показывает нам отвращение нет реакции на слово секс он его не повторяет он он рассуждает на тему того что если бы у него был начальник они сексуальный партнер это очень важно потому что если бы он сейчас вот включи вот это отвращение было и он сказал бы ну вот если бы я там у меня же начальник мужчина да или там мужчин мужчины да ты чё на ну то есть если вот там было вот там было отвращение то да я бы здесь конечно приняла это и ну как бы я бы не поверила сейчас вот этим слухом но здесь в данном случае он говорит именно о том что у него нет начальников то есть в отношении начальников для него неприемлемо поэтому идет эмоция отвращения понимаете вот ему неприемлемо чтобы был начальник вот на что отвращение начальник что это начальник герман оскарович а теперь смотрите второй раз ксения уточнила вопрос ну вот там циферка 2 было до ксения уточняет вопрос герман оскарович то есть это грех до начальник и смотрите дальше как он реагирует у него глаза пошли в область ощущений воспоминаний идет пауза я научный руководитель лаборатории и он переводит тему на другой ну вообще на другую область смотрите он понимает он человек не глупый вообще вот представьте себе вот сейчас что вам ну вот вы находитесь на интервью у ксении собчак вы гетеросексуальные там и мужчина или вы гетеросексуальная женщина и вам ксения задает такой вопрос вот у вас начальник вашего пола и вы с ним переспали вы представляете себе это вот ваша реакция какая будет я думаю что здесь ну в зависимости от психотипа могут быть несколько реакций но первое конечно же это удивление да а и дальше вот вот эта тема смотрите я бы например сразу задала ксения а вообще откуда этот вопрос знаете я бы рассмеялась вот это моя реакция да я бы рассмеялась и сказала слушай ну это вообще полный бред вот как как можно мне задавать такой вопрос скажи мне источник я сама хоть почитаю да вот это была бы моя реакция да у другого человека был бы тоже вот особенно если это коснулось бы мужчины гетеросексуального то он бы вообще просто даже возмутился он бы сказал слышишь ты вообще вопросы где ты взяла свои вопросы ты зачем мне такие вопросы задаешь вот вот что это вообще да вот сразу же любой человек который ну который по сути это обвинение для гетеросексуального человека да и политкорректность там или вот эти все вещи это все ни при чем понимаете потому что человека этим можно оскорбить если он принадлежит к другой сексуальной ориентации но даже если он не оскорбится он переведет это на шутку он начнет выяснять откуда эта информация пришла но никак не не станет эту информацию закапывать понимаете вот дальше он совершил просто непростительную ошибку он не стал развязывать этот клубок а ксения дальше ему на этом она не ограничила свои вопросы то есть он повел ее в другую сторону как бы не надо здесь меня спрашивать и вот это было его серьезной ошибкой если бы он вот в этом месте остановился и выяснил вообще откуда этот вопрос вообще а что что как вообще ты всем такие вопросы задаешь да вот то есть если бы он здесь остановился заострил на этом внимание как человек непричастный к тому к чему в чем его обвиняют кроме того если бы у него была эмоция отвращения либо эмоция испуга либо эмоция удивления как вот он раскрыл бы глаза он бы начал как-то ну что-то говорить да вот в этом направлении но он просто взял можно сказать ксению за руку и сказал пойдем от этой темы пойдем поговорим лучше о том какой я независимый какой я замечательный специалист и что меня держат не за это то есть получается по сути он уводит ее от этой темы и это является как раз косвенным но доказательством того что эта тема для него закрыта до закрыта вернее для нас закрыта он не хочет в эту тему углубляться а почему не хочет потому что ну как мы сейчас все знаем что эта тема очень скользкая для него особенно тогда когда еще этого скандала не было видите да смотрит в ощущение при этом голова кивает и пауза он не знает что сказать то есть он растерялся растерялся а и дальше вот до растерялся это можно трактовать даже если бы перед нами сидел гетеросексуальный мужчина и его так вот спросили такой вопрос он мог растеряться но потом он бы стал выяснять вообще сюда откуда это вообще взялось что это такое ксения ну то есть у него мог бы быть и гнев в отношении ксении до могла быть любая реакция он бы выяснил я думаю либо он как-то сказал бы вообще он бы потребовал ну что-то он бы сделал другое нежели уводить вот от этой темы вот так вот понимаете да о чем я говорю вот у меня количество начальников с этим большое главное все равно уводит от личности грефа да то есть у меня много начальников но на самом деле ксения прям четко обозначила о ком идет речь но он сказал он попытался вот увести от темы грефа до увести подальше да ну на всех других распространить вот это обвинение но не на грефа и вообще в принципе вот в это в эту тему ну как бы он пытается от этой темы увести и третий раз ксения задает этот вопрос но греф для меня это не уточняет да что греф вот греф и знаете вот это то что ксения вот так вот дотошно задает этот вопрос при этом она так улыбается вот это ее фирменная улыбочка когда она горяченькая что-то знает но не говорит а дает нам нащупать да вот это вот прям четко тоже такой лакмусовая бумажка того что здесь что-то спрятано и дальше смотрите как он отвечает берет информацию из области фантазии представления он просто представляет себе что что лучше сказать он не вспоминает ничего да но здесь конечно это уже ни о чем потому что вот он прокололся глобально вот буквально ну мы разобрали где не отношение начальника причинен у меня есть позиции я считаю что можно что нельзя что сработает видите переводит разговор в тему работы до его четко спросили об этом да и здесь его ну да мы это уже обсудили да что надо было вот на этом заострить и выяснить вообще откуда эта информация вообще что ты мне это задаешь но он пошел дальше пошел уводить в сторону работы вот если это будет не устраивать я не буду работать вы не можете представить себя как вы занимаетесь герман браво браво ксения вот вы понимаете вот такое количество вопросов от ксении это был прям четкий сигнал для нас с вами чтобы мы сделали определенные выводы вот я бы ну вот если этого скандала не было для меня это было бы странно хочу она так вцепилась в него с этой сексуальной ориентации да ну вот даже вот с этим вопросом что она все допытывается вот это бы меня насторожило и насторожило бы что он вот так отвечает странно он повел ответ в какую-то другую сторону до вместо того чтобы на корню можно сказать убить это обвинение а ведь если бы он в этом ну вот это было бы не про него история то он бы на корню просто не побоялся и начал бы выяснять эту тему поэтому вот если человек не виновен он не боится расковыривать выяснять какие-то боль но больше подробностей до давать выяснять откуда вообще это все пришло а вот если человек что называется в теме и затронули то что он не хочет говорить то что он скрывает он будет всячески от этого уводить понимаете вот это вот модель поведения она очень сильно сдает людей которые врут вот поэтому я решила вам этот фрагмент и показать невротик него важны лидерской оппозиции ну то есть он здесь уже пошел про свои личные качества что он невротик что ему важно быть главным быть наверху до взгляд в ощущение но и тут действительно так он сжимает губы надо я думаю что он действительно невротик он действительно руководит всегда это понятно но его не об этом спрашивали не об этом он просто сейчас нам дает информацию о которой его не спрашивали а ксения прям четыре раза спросила четыре раза уточнила о ком идет речь и вот это очень четкий показатель я не буду работать в конструкции при которой у меня есть руководитель который определяет мою деятельность мне кажется что то что я делаю обладает большой ценностью это что я могу сделать является большой ценностью и я предлагаю это как услугу но здесь понятно что он на первое место выводит свои профессиональные качества и это было бы понятно если бы допустим у девушки до симпатичность спрашивали о том переспала ли она с начальником для того чтобы получить эту должность и она начнет ну вот так вот говорить да как бы не скажет ну я же хороший профессионал здесь еще более-менее уместно да то есть если в ней не вызвало это как бы отторжение но мужчина с женщиной да она гетеросексуально все нормально но если вот вот тот момент который вот действительно в любом человеке который не в теме да вы вызвала бы какие-то эмоции а здесь получается в нем это не вызвало никаких эмоций отторжения и вот это как раз знак того что действительно у него ну вот вот в этой теме собака зарыта она значит подводя итог вот этого фрагмента значит ксения спросила четыре раза ну то есть спросила уточнила вот четыре раза прозвучало про секс с германом грефом у ксении при этом была хитрая улыбка которую но мы с вами ксению собчак неоднократно разбирали и мы понимаем что на самых острых вопросах она вот так улыбается у курпатова не было удивление испуга как у любого гетеросексуального мужчины особенно представляете вот любого мужика мужика до обвинить в том что он спит со своим начальником не не с начальницей а с начальником какая реакция может быть ну а здесь конечно я понимаю что можно это списать на ну как бы толерантность и так далее но тогда бы все равно даже при всей толерантности гетеросексуальный мужчина он бы опроверг эти предположения но здесь этого не было и вот то что курпатов повел уводить в сторону в сторону профессиональных своих способностей в сторону там того что у него много начальников и так далее то есть это забалтывание это вот в сторону это манипуляция которых было в этом интервью вагон и маленькая тележка я думаю что в этом вы без меня разберетесь если захотите да не будем на этом заострять внимание еще вопрос очень важный который я увидела я посмотрела письмо этого парня из сизо как его алексей ивлев да а иевский иевский извините да так вот я вот то что я увидела я сразу поняла что вот с этим человеком ну довольно сложно как сказать иметь отношения как как и с этим когда я нашла вот подпись курпатова я поняла что здесь вот любой любая конфликтная ситуация привела бы к тому к чему привела объясню почему а дело в том что перед нами сейчас вот это почерк алексея это почерк андрея перед нами два человека которые оба необыкновенно упрямы вот просто упрямство это главное их черта вот знаете это два человека которые считают что мир крутится вокруг них вот два таких человека нельзя ставить в команду потому что вот они упрутся рогом и никто не пойдет никому на уступки это вот если хотите подробнее или кто кто у меня уже учится на графологии в комментариях напишите по какому признаку я это понимаю но вот это прямо в почерке видно что два упрямых человека которые живут по своему графику жизни вот все либо подстраивайтесь под мой график жизни под мои ценности до либо идите вон вообще с пляжа я живу как хочу человека с чувством собственного оба человека с чувством собственного достоинства и даже чувство собственной важности у обоих вот здесь очень широкие буквы обратите внимание здесь тоже довольно широкие но вы знаете вот на андрей интроверт этот экстраверт этому хочется еще и на виду быть этому хочется чтоб о нем говорили и это но опять это как раз вот в копилочку того что почему он это вывел вообще на общественность да почему он стал это все рассказывать потому что перед нами экстраверт который мир вокруг него крутится тут бах вокруг него не стал крутиться этот человек и то же самое касается вот андрея все вокруг него крутились крутились а этот не пошел плясать под его дудку да даже невзирая на все подарки которые он ему подарил конечно же они сейчас оба друг на друга обиделись и самое интересное никто не пойдет навстречу друг другу они просто лишены этой опции лишены опции каких-то эмпатических качеств они просто живут вот живут ну вот чисто для себя особенно вот в этом случае человек полностью вот сконцентрирован на себе а знаете у алексея есть одна интересная особенность которая наверняка привлекла андрея как раз на начальной на этапе отношений дело в том что алексей эмоционально очень много обещает да вот он как бы раскрывает перед ним все свои вот эмоции он прям вот настолько он обволакивает собой настолько вот ну вот прям он вливается в отношении вот прям давай очень интересный вот вот знаете если я бы я не знаю как это происходит у людей нетрадиционной ориентации но вот для того чтобы вы понимали вот представляете ну там девушка до знакомиться с парнем этот парень начинает ее заваливать цветами начинает ее водить в ресторан и там устраивать ей разные сюрпризы и вы такие бог думаете ну нифига себе принц просто принц пришел в мою жизнь и он меня сейчас вытащит из всей моей вот этой серой жизни да и тут бах в какой-то момент он пропадает вот вот алексей он как раз такой он как бы сначала он реально искренне вкладывается в отношения а потом просто теряет от на интерес это видно по написанию букву z посмотрите вот буква z такая и буква у тоже вот видите вот большой хвост идет вниз такой видите какой широкий а потом бах и он сходит на нет он не дописан не дописан вот вообще по правильному буква у да вот она должна идти вот так сюда да вот и пересекать вот этот начальную как ее начальную линию да как вот линия пошла вниз потом вернуться она должна сюда и пересечь ее но здесь вот на каком-то этапе вдруг у человека пропадает интерес дальше продолжать вот эмоции много туда вкладывает но потом эти эмоции сходят на нет вот алексей такой человек вот у него сначала было все вот так вот а потом он просто ну не знаю как-то ему надоело вот это тоже может быть причиной ну и вот в этом тоже отчасти кроется да он как бы обещал вот этой своей эмоциональностью обещал золотые горы да потом бах и пропал надо но взял и бросил для конечно для андрея это удар а дальше еще что по почерку я увидела у андрея честно говоря в прошлом есть какая-то история которая очень сильно утягивает у него энергию очень сильно его вот тянет назад он периодически туда впадает и вот ему это мешает жить и он ему сложно жить здесь и сейчас он как-то вот больше он больше старается куда-то вот свою энергию направить либо мысленные либо в работу вот как-то он здесь и сейчас он не так счастлив как например алексей алексей он живет на полную катушку да он наслаждается жизнью хотя конечно сейчас о чем можно говорить в сизо он вряд ли наслаждается жизнью но вообще вот его принцип жизни такой какого нет у андрея у андрея есть много возможностей но он не может так в полной мере ощущать радости жизни и самое интересное почему вот алексей ну вот вот они упрямо уперлись рогом да вот пошли на принцип оба да оба друг другу разрушили все но почему алексей решился на то что он там написал стал писать открытые письма пошел к общественности в отличие там андрей бы так не сделал он очень нерешительный а вот алексей он что вот левая нога захотела то он берет и делает да вот что ему надо вот он понимает но кроме того конечно же его загнали в угол до человек загнанный в угол начинают уже действовать без ограничений да но перед нами человек который не откладывает дела в долгий ящик вот видите как он начинает письмо нет не отступает в начале письма он прям сразу начинает и пишет то есть у него но есть проблема беру и решаю да он не откладывает на потом и вот это его черта характера андрей видимо ожидал от него другого он думал что они очень похожи они они действительно очень похожи в какой-то степени они оба очень упрямы они оба эгоцентричны они оба вот такие вот да и вот на первый взгляд конечно же они похожи но андрей не учел того что он нерешительный он так ну там на интервью долго соглашается там еще что-то да а вот этот человек он очень решительно он не будет откладывать он сразу возьмет и сделает да потом лучше сделать и жалеть до чем не сделать и всю жизнь жалеть да поэтому вот этот человек как раз вот по этой поэтому принципу и живет поэтому конечно же нашла коса на камень это видно по почерку очень хорошо было бы если бы андрей включил графологию в свою методологию и смотрел бы у своих будущих любовников в дальнейшем их почерк потому что ну вот вот такой почерк конечно же но как бы здесь они их их отношения были ровно до первого конфликта все дальше их отношения будут вот чисто принцип никто не пойдет никому на уступки никто не будет друг другу сочувствовать вот это не не те люди которые живут по принципу не делай людям то что не хочешь чтобы сделали тебе вот они живут по своим правилам которые сами устанавливают причем в каждом случае свои правила вот здесь здесь свои здесь свои и вот как бы либо подстраивайся под мои либо иди нафиг вот какие два человека встретились поэтому если вам интересно более подробно разобраться в своем почерке у меня под видео есть ссылочка на графологию не забывайте поставить не знаю лайк дизлайк этому видео насколько она вам было полезно я на этом закругляюсь напишите свои впечатления вообще вы вот мне кстати когда я поставила на голосование кто-то даже в комментариях написал вот именно этот фрагмент и сказали вот этот фрагмент меня на насторожил и и правильно ведь наша интуиция она всегда все отслеживает она всегда это вот как раз вот этот профайлинг который в нас встроенный до физиогномика профайлинг это все в нас встроено вот эти механизмы какая нафиг методология какие нафиг еще направление психологии там все в нас есть и самое главное ребят верьте себе своему внутреннему чувству вот это самое главное и будет вам счастье вот на этих замечательных словах я так думаю можно заканчивать этот эфир становитесь более осознанными просто ставьте вот свою вот эту интуицию на более подкованные рельсы да и двигайтесь дальше по жизни более успешно и благополучно желаю вам счастья пока пока